Уже традиционные ежегодные гребневские чтения состоялись в Центре культуры и досуга Гребнева. В этом году они были посвящены великому классику русской литературы Федору Михайловичу Достоевскому. Совсем недавно исполнилось 200 лет со дня рождения писателя. Творческое наследие Достоевского оказало колоссальное воздействие на всю отечественную, а также мировую литературу. История этой загадочной и, без сомнения, талантливой личности послужила поводом собраться на мероприятии множеству гостей. В том числе на чтение пригласили учеников из местной школы. Подрастающему поколению особенно важно и интересно узнать о судьбе маститовой писателя. Для достойства характерного литерства «Преступление и наказание», «Божье и дьявольские», «Отцы и дети» тема сей его романа весьма психологична. Достоевского надо читать не спеша, например, «Преступление и наказание». В одной главе происходит убийство, и все остальные главы идет терзание уже главного героя. На мероприятии присутствовали писатели и поэты литобъединения «Слово», а также автор более ста краеведческих книг по истории Щелковского края, Московской области и России – Георгий Ровенский. Все приглашенные гости смогли не только поговорить о жизни и творчестве классика, но и приняли участие в интеллектуальном квизе «Неизвестный Достоевский». Участники разделились на команды и должны были ответить на вопросы о знаменитом писателе. «Император полицарской сельской лицейки – главное инженерное училище». Гребневские чтения по традиции включают в себя не только обсуждение тем и мероприятия, но и оживленные дискуссии. Например, в этот раз участники могли разобраться в том, что именно хотел донести до читателя Достоевский в своих произведениях. Есть ли выход у униженных и оскорбленных? Актуальна ли проблема одиночества в наше время, как в повести «Белые ночи»? Может ли прекрасный во всех смыслах человек положительно влиять на судьбы людей и изменять их, как в романе Федора Михайловича «Идиот» и многом другом?